Восемь лет на том же самом Донбассе, вместо того, чтобы там строить витрину русского мира, строили какой-то заповедник дерьма, поставив во главе патентованное жульё, просто патентованное, куда дальше-то, извините, как тысячник МММ, и создав условия, когда люди на том же Донбассе жили хуже, чем в России, и гораздо хуже, чем на Украине. Генштаб Украины сообщает, что Россия всё ещё пытается установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями Украины, где за прошедшие сутки было зафиксировано не менее 25 обстрелов. На Донецком направлении основные усилия России сосредоточены около населённых пунктов Рубежное и Попасное. Также форсируется продвижение в направлении Лимана и Северска. 2 мая отмечается годовщина волнений 2014 года в Одессе и пожара в Одесском Доме профсоюзов, унёсшей жизни как минимум 50 человек. Именно этот эпизод противостояния сторонников и противников Майдана используется как один из ключевых доводов у апологетов так называемого «русского мира» для обоснования вторжения в Украину в 2022 году. Россия решила своеобразно отметить эту дату, обстреляв 2 мая Одессу. Удар пришёлся пожилому дому, в котором находилось 5 человек. 14-летний подросток погиб, ещё один ребёнок доставлен в больницу. Вообще, Офис Генерального прокурора Украины заявляет, что с начала войны погибли уже не менее 220 украинских детей, ещё минимум 406 ранены. В свою очередь, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека насчитало уже 3153 факта гибели среди гражданского населения Украины. Ранения получили 3316 человек. В ООН считают, что реальные цифры потерь среди мирного населения значительно выше, поскольку информация из мест, где продолжаются боевые действия, приходит с задержкой. Также, по данным ООН, количество беженцев, покинувших Украину с начала войны, уже превысило 5,5 миллионов человек. Большинство людей выехали в европейские страны – Польшу, Словакию, Венгрию. При этом отмечается, что более 1,5 миллионов человек уже вернулись обратно в Украину. В основном это жители Киевской области, освобождённой в апреле. Западные чиновники считают, что 9 мая Владимир Путин может официально объявить Украине войну, пишет CNN. Это может позволить президенту России провести всеобщую мобилизацию населения из резерва. В интервью LBC министр обороны Великобритании Бен Уоллес в частности заявил, «Я думаю, Путин попытается уйти от своей спецоперации. Он закладывал основу для того, чтобы можно было сказать, смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей, больше российского пушечного мяса». Другие варианты на 9 мая включают аннексию оккупированных территорий Луганска и Донецка, усиление атаки на Одессу на юге, или объявление полного контроля над Мариуполем. Западные страны продолжают кампанию по поставке вооружения в Украину. Великобритания заявила, что в ближайшее время предоставит Украине дополнительную военную помощь на 375 миллионов долларов. В числе прочего это будут приборы ночного видения, инструменты для блокировки спутниковой навигации, тяжелые беспилотники для пополнения запасов украинских войск и бронированные автомобили для гражданских чиновников. В США пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге заявил, что до пятницы в Украину будут поставлены еще 5000 противотанковых ракет «Джавелин». Также Украина может получить от США реактивную артиллерию залпового огня, например, высокоточную высокомобильную артиллерийскую ракетную систему М142 «Хаймерс», которая используется армией и корпусом морской пехоты США. Такое оружие запускает снаряды быстро, что полезно при стрельбе по артиллерийским силам противника до того, как они сменят местоположение. Газета The Washington Post со ссылкой на военных аналитиков пишет, что поставки западной артиллерии могут полностью изменить ход войны. Американские и канадские гаубицы, направляющиеся в Украину, буксируются на прицепах, а французские системы CISAR стреляют теми же 155-мм разрывными снарядами, но с задней части шасси грузовика. Одни только Соединенные Штаты уже пообещали Киеву 90 гаубиц и около 190 тысяч артиллерийских снарядов к ним. Репортер американского издания Foreign Policy Джек Дэтч пишет, что в ближайшее время 200 украинских солдат закончат обучение по обращению с гаубицей М777. Также украинские военные проходят курс по применению ударных беспилотников Phoenix Ghost. Украина уже получила более 30 таких беспилотников и ожидает еще 90 комплектов. В последние дни обращает на себя внимание количество чрезвычайных ситуаций, в частности пожаров, в разных концах России. Только за последние дни случились пожар на складе полиэтиленовых отходов в Красноярске с площадью возгорания более 500 квадратных метров. В Подмосковье крупный пожар произошел на складе издательства просвещения с площадью возгорания в 34 тысячи квадратных метров. Пожар на пороховом заводе в Перми, который производит боеприпасы для российских реактивных систем залпового огня «ГРАД», а в Белгороде в апреле произошли пожары на нефтебазе и складе боеприпасов. Аномально высокая периодичность пожаров не может объясняться ничем иным, кроме диверсий. Однако, кто может стоять за ними, пока большой вопрос. В Москве на площади революции вчера мужчина бросил коктейль Молотова в автомобиль ОМОНа. Мужчина пытался убежать, но был задержан. Огонь удалось потушить через несколько часов. По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире «Фейкинлайф», задержанный, когда бросал коктейль, кричал лозунг «Легион, свободная Россия». Основатель Тинькофф-банка Олег Тинькофф заявил, что уводит из России принадлежащие ему бренды Тинькофф и Ладача, так как не согласен с политическим курсом страны и российским вторжением в Украину. Я забираю из страны бренды Тинькофф и Ладача. Они принадлежат моей семье. Я не хочу их марать кровью русских солдат и жителей Украины. Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло. Эксперты Международной организации «Репортеры без границ» считают, что свобода прессы в России после начала войны де-факто перестала существовать. В ежегодном рейтинге стран по уровню свободы прессы Россия опустилась со 150-й на 155-ю позицию и теперь стоит ниже Беларуси. Украина находится в этом рейтинге на 106-й позиции. Санкции, введенные против России в ответ на ее вторжение в Украину, не будут сняты до тех пор, пока Москва не достигнет мирного соглашения с Киевом. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. При этом Шольц настаивает, что условия этого мира должны определяться Украиной. Также канцлер заявил, что Германия не собирается принимать аннексию Крыма России. Это было нарушением международного права. Это по-прежнему так. Вчера был нанесен очередной удар по российскому спорту. Союз Европейских футбольных ассоциаций UEFA признала неприемлемой заявку России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. Российским футбольным клубам было отказано в выступлениях Еврокубка как минимум в следующем сезоне. Также минимум на год от всех соревнований отстранили национальные сборные России по футболу. Международная федерация футбола FIFA ранее также отстранила российских спортсменов от участия во всех своих соревнованиях. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...